Добрый вечер, уважаемые слушатели! Добрый вечер! Это Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня у нас интересная, на мой взгляд, тема, ну и на взгляд моих уважаемых гостей тоже. Сегодня мы говорим о банкротстве физических лиц и романтической подоплекой. Хотя, как оказалось, романтики никакой нет. Сейчас мы это обсудим. Романтическая подоплека в названии, мне показалось. Звучит оно так. Банкротство по собственному желанию. И расшифровываем плюсы и минусы законопроекта о банкротстве физических лиц. Сегодня в гостях Сергей Шпетер, старший вице-президент национальной службы взыскания. Добрый вечер, Сергей. И Владислав Котельников, начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райфазенбанка. Добрый вечер, Владислав. Добрый вечер. Ну, я по традиции должен спросить, как настроение? Вы с серьезными лицами такие? Пятничное. Хотя я прекрасно понимаю, что накладывает, наверное, все же профессия. Один из вас, старший вице-президент национальной службы взыскания. Другой, начальник отдела по возврату. Какие могут быть тут настроения? Все серьезно, все по-взрослому. Хорошо. Я со своей стороны, сразу признаюсь, несколько далек от этой темы. И мне, естественно, как обычному обывателю, рядовому гражданину, у которого, не дай бог, вдруг возникнет подобная проблема. Все это очень интересно, если возможно. Давайте об этом поподробнее всем расскажем. Во-первых, прежде всего, плюсы и минусы закона, о каком законопроекте идет речь? Расскажите, пожалуйста. Ну, если начать сначала, то впервые появилась необходимость в изменении нашего гражданского законодательства относительно банкротства физических лиц сравнительно недавно. исходя из общей истории права, несколько лет назад. И впервые он назывался именно о банкротстве физических лиц. Владислав, я прошу прощения, а почему появилась эта необходимость? Потому что много было просроченных кредитов, много должников? Как вариант. И с этим надо было что-то делать? Однозначно. Финансовый рынок на месте не стоит, и ему нужны определенные механизмы и двигатели, которые могут помогать в решении тех проблем, которые есть. Вот этот механизм, да, о нем идет речь. О нем как раз идет речь. Последняя редакция данного законопроекта несколько была изменена, и изменена именно общая концепция. Законодатель пошел путем внесения изменений в тот закон, который уже существует, о несостоятельности банкротства. В большей степени он касался именно юридических лиц. Буквально пару статей в этом законе, к сожалению, мертвых, было посвящено именно банкротству физических лиц, но так как регламента не было, данные статьи были мертвы. То есть он не работал просто? Они были просто мертвы. Вот в настоящий момент концепция данного законопроекта, она предусматривает внесение изменений именно в законопроект, а не в состоятельности банкротства. Ну, если можно поподробнее, Сергей, присоединяйтесь поподробнее. О чем идет речь? Вот что было мертвым в предыдущем варианте, и что сейчас ожило или оживет, да? Еще случилось это уже? Ну, я бы, наверное, сказал о нескольких новеллах, которые туда введены в отношении физических лиц, и работа с ними. То есть теперь им предоставляется право объявлять себя банкротом, или, по крайней мере, инициировать эту процедуру, обратившись в арбитражный суд. И, соответственно, пройти всю эту неприятную, скажем так, процедуру. В то же самое время обращают на себя внимание две интересные вещи, а именно минимальная сумма, с которой можно обращаться, она по данному проекту составляет 50 тысяч рублей, что, в общем, нетрудно предположить, если человек достаточно обладает, скажем так, финансовой платежеспособностью, то, наверное... То есть, наверное, 50 тысяч он отдаст? Он отдаст, да, ему несложно будет это делать. Чем эту процедуру взять? Наверняка, как любая процедура, это все-таки достаточно... Да, совершенно верно. Поэтому здесь, наверное, можно делать суждение о том, что изначально предполагалось как-то захеджировать, обезопасить именно ту часть населения, которая не может являться платежеспособной по тем или иным причинам. И, собственно говоря, другая составляющая, это те расходы, которые гражданин-заемщик будет уплачивать арбитражному управляющему ежемесячно за ведение этой процедуры. И, в общем... Я прошу прощения, Сережа, то есть, смотри, с одной стороны, он должен и не может отдать. Да, он объявляет себя, ну, в какой-то... Сейчас мы об этом поговорим. Как это... Затевает этот процесс, да, заводит процесс бронховства, и он еще и платит за его осуществление. Совершенно верно. Так вот, сумма уплаты за дистанцию, которая будет проходить, она примерно сопоставима адекватно с той задолженностью минимальной, с которой он объявляет себя банкротом. Поэтому здесь некое вот противоречие здравому смыслу. Уплатят в два раза больше, получается. Ну, если не два, то, по крайней мере, столько же. И, собственно говоря, зачем это делать, когда можно... Можно просто отдать. Да, абсолютно. Забавно. Забавно. Владислав, и где логика тогда? Ну, вот логики, к сожалению, здесь ни банковское сообщество, ни околобанковский сектор, к сожалению, пока найти не может. Фактически, можно сделать такую аналогию. Сотрудник ДПС останавливает водителя на дороге, выписывает ему штраф 2000 рублей и говорит, что для того, чтобы оплатить данный штраф, вы должны заплатить еще 1890 рублей комиссии за почтовое отправление этого штрафа. Гениально. Ну, как бы... Кстати, вот в случае с гаишником, мне почему-то представилось это реальным. А вот здесь действительно логика... Да, логики, к сожалению, нет. Долго муссировались данные положения этого законопроекта относительно минимальной суммы, по которой стоит начинать процедуру банкротства физического лица. И неоднократно и законодателям, и участникам данного обсуждения поднимались эти вопросы о том, что сумму необходимо поднять, причем поднять существенно. То есть вот с этой... с 50 тысяч до... До... предлагались варианты, вот в частности, мной... Полумиллиона. Полумиллиона, да, я вообще тоже. На порядок, как говорят, выше, да? В частности, сделать некую интеграционную схему по разным типам кредитных продуктов. Допустим, кредитная карта, да, сумма меньше, начинать надо от 100 тысяч, по потребительским кредитам, к примеру, от 250, по автомобильным кредитам от полумиллиона, и по ипотеке, допустим, от одного миллиона рублей. Тогда это будет иметь некий смысл и подстегивать клиента не задумываться изначально при получении кредита, ну, что, ну, взял, ну, три месяца, и я могу ничего не отдавать, пошел на банкротство, и был таков. Замечательно, кстати. Сказка про коврока. Да, есть же, как они называются? Недобросовестные. Вот он может, да, я возьму денег, я отсижусь, а потом взятки гладки. Именно так. Поэтому мы, конечно, настаивали именно на данных формулировку, к сожалению, в настоящий момент в последней редакции данных формулировок, и вообще данного подхода мы не смогли обнаружить. А вот этот закон, о котором мы сейчас говорим, он еще в процессе, да, я так понимаю? В процессе. Ну, он законопроект, и сегодня прошла информация о том, что правительством предложено его рассмотрение в Государственной Думе. Уже? Да. Причем вот без учета этих поправок, да, о которых сейчас идет речь. Да, ну, мы надеемся, что все-таки первое, второе, наверное, все-таки третье чтение в Государственной Думе позволит существенно дополнить и существенно изменить данные положения именно в пользу цивилизованного рынка и цивилизованного подхода к решению этих проблем. Ну, цивилизованный подход, это вот именно, а, дифференциация некая, да, ну, как минимум по четырем типам кредитов, например. Кстати, вот плата за процедуру банкротства, да, она в этом ситуации будет сопоставима с телом кредита? Ну, здесь делать прямую завязку на сумму первоначального обязательства, которое должен исполнить наш должник, я бы не стал привязываться. Можно оставить те формулировки законопроекта, которые есть в настоящий момент. Их можно рассматривать плюс-минус, какие-то незначительные суммы, но привязывать именно в процентном отношении от суммы задолженности я бы не стал. Это все-таки не адвокатура, это более присуще именно адвокатуре, когда адвокат устанавливает ставку, исходя из суммы требований. Своих комиссионных, да, ставок? Конечно. Ну, конечно, нелогично. Тем более, речь идет о неком техническом моменте, да, что такое процедура банкротства? Совершенно верно. Это последовательность действий, так она и здесь такая, и здесь такая, и здесь такая. Более того, если мы диверсифицируем вот по типам кредитных продуктов эту процедуру, то очевидно, что кредиты беззалоговые, они требуют меньше времени рассмотрения, потому что это кабинетная работа, это документы, а вот касаемо задолженности по залоговым кредитам, здесь уже совершенно иная ситуация, потому что требуется привлечение независимого оценщика, это тоже расходы дополнительные и так далее. Поэтому, в общем, она не дешевая сама по себе-то, и нельзя привязаться к единому какому-то тарифу, она должна быть действительно как-то разграничена. Дифференцирована, да? Дифференцирована. Я понял. Хорошо, тогда мы давайте сейчас поговорим, вот, тему мы расшифровывали, плюсы и минусы законопроекта. Ну, с чего лучше начать? Да, с плюсов, наверное. С плюсов, да? Потому что никакая инициатива не бывает сама по себе, так сказать, все равно в ней изначально заложены какие-то позитивные моменты, и я думаю, что прежде всего, ну, на мой, наверное, субъективный взгляд, здесь два фактора, по которым было инициировано это изменение, да, или там, которое переросло из законопроекта, вот, в поправки. Первый, безусловно, это низкая финансовая грамотность населения, заемщиков, и здесь, к сожалению, это общегосударственная проблема, потому что ее решать-то надо каждый год, все только об этом говорят. То есть, я прошу прощения, здесь идет о том, что вот, когда человек берет кредит, да, подписывает пресловутый договор, там, с банком, да, он не всегда до конца читает этот самый договор, там, да, мелким шрифтом, что же всегда есть, он не особенно не выдается, его главная задача, дайте мне скорее деньги, у меня там, срочно горит, а потом начинаются проблемы. Об этом речь идет? Совершенно верно. Так вот, если аналогию провести, там, с западными странами, с Соединенными Штатами, тем же, да, там банковское дело преподают фактически уже в начальной школе, да, и человек, вырастая до, там, студенческой скамеи или получая, там, уже отработанную трудоспособность, как первое место работы, он уже знает, как ему общаться с банком, да. Здесь другая ситуация, поэтому это, вот, наверное, один из таких факторов, послуживших. Поэтому, с этой точки зрения, да, наверное, это плюс, защитить низкодоходные слои населения от... И мало... Нехорошо звучит, но и малограмотные. Малограмотные, да, и, ну, собственно, здесь корреляция прямая, да, потому что нормальный образован человек, он найдет работу. Ну, безусловно, да, связь, связь, очевидно, здесь. Вот. И, наверное, второй причиной это при, ну, скажем так... Сереж, я прошу прощения, вот вторую причину мы давайте обсудим после небольшой паузы. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам-ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему, важную, на мой взгляд, тему банкротства физических лиц. Тема звучит так, банкрот по собственному желанию. Кстати, о собственном желании мы обязательно должны поговорить. Возникнет оно у кого-нибудь, да, это самое желание. Плюсы и минусы законопроекта о банкротстве физических лиц. В гостях у меня сегодня Сергей Шпетер, старший вице-президент национальной службы взыскания, и Владислав Котельников, начальник, прости, отдела по возврату просроченной задолженности, Райфайзенбанка. Еще раз добрый вечер. Ну что ж, мы начали благодатную тему обсуждать, да, в чем же плюсы законопроекта о банкротстве физических лиц. Сергей, продолжай, пожалуйста. Да, так вот, вторая причина, на мой взгляд, в том, чтобы обеспечить некое равновесие при, ну, скажем так, удовлетворении требований кредитора к должнику и, там, наоборот, к заемщику, да, и наоборот, что изначально существует и бытует мнение о том, что заемщик поставлен в неравноправное положение, потому что он физическое лицо, да, он должен, у него меньше возможностей финансовых для урегулирования ситуации и т.д. и т.п. Поэтому, наверное, вот с этой точки зрения придать какой-то равноправный правовой статус, это было бы, безусловно, шагом вперед. А есть возможность такая равноправный статус правовой в этом случае? Ведь один должен, а другой пытается вернуть. А почему нет? Ведь зачастую бывает, что, там, банк неверно, неправильно информирует заемщика о состоянии. Бывают ошибки при, там, начислении процентов, да. Поэтому, в общем, разные ситуации возникают. Вот. Другое дело, что когда заемщик не реагирует своевременно на это, а узнает, там, через год и видит реальную сумму, то, конечно, это несколько обескураживающе для него. Шокирует это, да, шокирует. Ну, это логично, конечно. Ну, так вот, в чем же это второй плюс? То есть, заемщик и кредитор, да, попадают в равный правовой порядок? Имеют равные возможности провести, так сказать, процедуру, согласно которой заемщик выводится из-под ответственности, но попадает под определенное обременение на какой-то предстоящий период времени, серьезный, да? То есть, связанный вот с этой процедурой банкротства? Да, да. Ну, это очевидно. Это второй плюс. Есть еще? Ну, может быть, у Владислава есть. Владислав, да. Ну, он был скептически к плюсам настроен еще до эфира. Я помню его фразу. На самом деле, плюсом, конечно, является, несомненно, то, что данный вопрос хоть как-то сдвинулся с мертвой точки. Необходимость данного закона проекта, конечно же, существует в нашем обществе. А вот давай с этой точки зрения, Владислав, смотри. Необходимость существует в обществе. Это какая-то фраза такая очень неконкретная. А кто инициатор все же? Должник или кредитор? Инициатор непосредственной процедуры или проекта? Ну, давай так вот. Кому нужен этот закон больше? Тому, кто занял или тому, кому не отдают? Нет, мое мнение здесь однозначно. Этот закон нужен в большей степени тем, кто занял. Кто занял все-таки? Конечно. Однозначно, данный закон не в полном объеме необходим именно банкам, потому что у банков или у других кредиторов есть масса, огромная масса других финансовых инструментов, как можно решить данную финансовую проблему с должником. Ты сейчас о правовом поле все же говоришь? Именно о правовом поле. Все, что я буду говорить, это исключительно только правовое поле. Это радует. Просто у тебя внушительный вид такой, и потом ты начальник отдела по возврату, потому что мало ли о чем идет речь. Нет, исключительно. Кстати, я прошу прощения, если не возражаете, но это, наверное, тема нашей разговора. Мы чуть позже, если коснемся пресловутых, как они называются? Коллекторов? Коллекторов, да, потому что тоже какой-то сейчас идет в этом смысле обсуждения. Накат, очевидно. Накат, очевидно, да. Вот, поэтому, чтобы продолжить тему именно необходимости назревшей в обществе, то, конечно, она в определенном смысле есть, но ее, конечно, концептуально необходимо доработать в рамках того законопроекта, который есть. Повторюсь, у банков, у других кредиторов есть огромная масса инструментов, которые они могут предложить клиентам, своим клиентам, потенциальным должникам для того, чтобы регулировать эту проблему. Ну, хорошо, у них есть огромная масса инструментов, тем не менее, в результате мы говорим о банкротстве. Это самый простой способ, самый безболезненный. Вот почему именно банкротством нужно заняться? Ну, если буквально вкратце пробежаться. У нас есть гражданский кодекс, который предусматривает права и обязанности договорные отношения. У нас есть гражданско-процессуальный кодекс, который предусматривает судебную стадию взыскания в гражданском процессе. У нас есть закон об исполнительном производстве, который, к сожалению, в нашей стране несколько... должен находиться в реанимации, причем длительный период времени, для того, чтобы он смог самостоятельно хотя бы дышать. Не то, что ходить, а хотя бы дышать. То есть ему нужна помощь, да? Ему нужна помощь от государства, причем данная помощь в большом объеме необходима. У нас отсутствует, как таковой, порядок и правила выдачи потребительских кредитов. Данный закон и проект также находятся на рассмотрении уже нашего сообщества. То есть я правильно понимаю, что каждый банк решает это по-своему? Один так выдает на эти... и никакой контролирующий... Именно так. И вот здесь есть определенная сложность именно с точки зрения гражданского права регулирования данной деятельности. И здесь и возникают некие сложности непонимания с точки зрения заемщика. Потому что они... вы правильно сказали. Он пришел, у него руки трясутся. Да, ему нужно срочно проблему решить, конечно. А вот сможет ли он ее отдать? Клиент не задумывается на тот момент, когда ему необходимы эти деньги. Сможет ли он отдать? И сможет ли он финансово поддержать свою семью, самого себя на тот момент, когда он будет выплачивать данный кредит? Никто не задумывается. Хочу миллион. Ему выдают данный миллион, ну, в зависимости от скоринговых систем и же с ним. Но, тем не менее, многим этот миллион дали. А он не может его обеспечивать. Причем это было ясно, да? Если бы он так объективно оценил, это было ясно с самого начала. Конечно. Он не сможет его отдать. А это одна категория клиентов. Вторая категория клиентов, которая отдает, отдает, год отдает, два отдает из пяти летнего срока. А потом смотрит, а многие не отдают. Чем я хуже их? Да, я тоже могу не отдавать. А что мне за это будет? А мне за это, по большому счету, ничего не будет. Вот. Человек зашел на форумы, сейчас модно антиколлекторские форумы, почитал, ему рассказали за... Там собираются профессиональные должники, я так понимаю. Да. Проконсультировали. Троллят корректоров, это забавно. Проконсультировали, как не отдавать на основании дырках в нашем гражданском законодательстве, на абсолютно законных основаниях не отдавать. И все, и человек расслабляется и перестает платить. На что это влияет? Это влияет, в первую очередь, на составляющую по уровню просрочки в банках, это влияет на общебанковскую систему, это влияет на капиталы банков, это влияет на резервы банков, ну и, конечно же, любая банковская услуга, она имеет определенную стоимость. Поэтому у нас хорошие заемщики платят за плохих. Данный законопроект, на мой взгляд, направлен в большей степени именно на плохих заемщиков. Поэтому защищают именно плохих. Каким образом банк сможет, по большому счету, нивелировать свои риски? Путем увеличения ставки. Владислав, я прошу прощения, вот мне фраза вот эта очень понравилась. Хорошие заемщики платят за плохих. А как это выглядит? Ну, ни для кого, ни секрет. Хороший заемщик больше будет платить? Конечно. Ну, если я, как человек с средним образованием, имея недостаточно квалифицированную работу, занял 40 тысяч рублей и объявил себя банкротом, то мой сосед, который проживает в другой трехкомнатной квартире, с вышкой, с автомобилем, с семьей и т.д., заплатит там вместо 22, 25% годовых по своему кредиту. Потому что банк вынужден в риск заложить процентную ставку. Он, вот этот мой сосед, да, который в трехкомнатной квартире, он уже подписал кредитный договор? Или он пойдет только подписывать договор, ему вместо 23 предложат 25? Ну, да, именно так. То есть не пересматривается это, да? Нет, 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 конечно, это не пересматривается. Это все на этапе заключения кредитного договора. И если продолжать тему относительно связки нескольких законов в гражданском законодательстве, то получается, выдать можем, но не специально в рамках отдельного закона. Взыскать можем в рамках гражданского процессуального кодекса. Исполнительное производство не работает, а далее банкротство. То есть строится машина, это наш принцип, как у Жигулей. Построили автомобиль Жигулей, а к нему на 100 тысяч, грубо говоря, и к нему на 400 тысяч выпустили запчастей. Вместо того, чтобы сразу... Чтобы он поехал сразу, да? Чтобы он поехал сразу. А здесь, получается, машину выпустили, сервиса нет. Ну, нет сервиса вообще, просто как такового. К дяде Васе в гараж можешь сходить, гайку открутить. А далее сразу помойка. То есть ни вторичного рынка, ни сервиса, ничего нет. Я еще хочу обратить внимание... Печальную историю, да, Сережа. Если позвольте мне, еще один интересный момент. Вот вы говорите о минусах. Вот смотрите, человек пришел за ипотечным кредитом. Взял 5 миллионов на улучшение жуличных условий. Два месяца обслужил, а потом объелся банкротом. Соответственно, у банка кредитный портфель, предположим. Тысяча ипотечных кредитов. Вот 100 таких умных заемщиков, объявив себя банкротом, подставят под серьезный удар банковскую отчетность. Соответственно, возрастут там нормы резервирования. И, в общем, те вкладчики, которые денег дали банку, чтобы он выдал кредиты, они могут своих денег, собственно, и не получить назад. И об этом тоже, наверное, стоит подумать. Законодателям в том числе. Это, собственно, фразу ты начал. Это минус или плюс? Я считаю, что это минус. Это к вопросу о диверсификации кредитов в этом законодательстве. Поэтому сообщающиеся с судом не бывают дыма без огня. Мы до этого все-таки о плюсах рассуждали. Ну, про плюсы мы, наверное, уже закончили. Ну, то есть опять, да, потому что их не так много. Вот мы первые два обсудили, а все остальное это минусы, сплошные минусы. Кстати, вот проблема, мне кажется, она вообще-то как-то решается. Действительно, там, кредитный портфель банк, ну, ипотечный кредит, да, у него там тысяча заемщиков. Сотни из них не вернули, обновили банкротами, и все, и поплыл банк. Она решается на системном уровне нашим регуляторам, который говорит, что теперь нормы резервирования для кредитов, просроченных старше 90 дней, будут там в два раза больше, например, после принятия этого закона. Ну, я сейчас гипотетически говорю, но логика будет такая, потому что нужна стабильность банковской системы, для того, чтобы ее обеспечить, нужно больше отчислять в резервы, потому что у вас рисковые кредиты. А рисковые кредиты почему? Потому что есть такая норма в законе, которая позволяет там каждому второму при желании объявить себя банкротом. Вот и все. Вывод прост. Понятно. То есть мы говорим о том, что в этом случае, да, это все повлечет к увеличению нормы резервирования, как минимум. Еще какие минусы? Минусы. Ну, такой глобальный минус, я бы сказал. Владислав, какие минусы еще? Достаточно долго обсуждался вопрос относительно системы налогообложения. Все мы понимаем, что банковская система имеет достаточно большую долю в общем налоговом бюджете в стране. Все мы также знаем, что налогообложение банковского рынка ведется по методу начисления. То есть мы кредит выдали, мы еще проценты не получили, мы еще денег не получили, а уже начинаем платить в бюджет те потенциально возможные доходы, которые мы получим. Я прошу прощения, давайте прервемся еще на небольшую паузу, а потом поговорим о минусах. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы с вами обсуждаем законопроект о банкротстве физических лиц. В гостях у меня Сергей Шпетер, старший вице-президент национальной службы взыскания, и Владислав Котельников, начальник отдела по возврату просроченной задолженности Райфайзенбанка. Мы очень подробно в предыдущей части программы рассуждали о плюсах и минусах. К сожалению, ну, видимо, когда говоришь о плюсах, хотелось бы, что их было больше, но, к сожалению, оказалось, что их не так много. А вот минусов предостаточно. Ну и вот на этом мы прервались. Один из минусов, о котором говорил Сергей, это вот это вот, как это сформулировать, это зыбкость, что ли, банковская, он становится таким не очень устойчивым в точке резервирования, норм резервирования. С точки зрения обязательств перед вкладчиками. Да, да. То есть процедура банкротства каким-то образом его в этом плане подводит. Еще один минус. Ну, второй минус в продолжении. Это общий порядок налогообложения данной деятельности, особенно при возбуждении процедуры банкротства физического лица. Ну, по большому счету, очень непонятно. Непонятно. Очень непонятно, как это будет происходить, как будет осуществляться обмен информацией между взаимодействующими государственными органами. Это система арбитражных судов, система налоговых органов, система ЦБ, система банковского сектора и система Федеральной службы судебных приставов. То есть данный законопроект ответа на этот вопрос, к сожалению, так и не дает. Вот все, что ты перечислил. Это, в принципе, такие сообщающиеся сосуды, получается. Да, конечно. Все должны быть структурой взаимосвязаны. А сейчас такой взаимосвязи нет. Да, сейчас такой взаимосвязи, к сожалению, нет. Есть определенные попытки ее создать. Но пока они успехом не увенчались. И в этом случае заявленный законопроект, он тоже в какой-то момент теряет смысл, проигрывает, потому что невозможно проконтролировать будет. Да, конечно. Именно об этом я и хотел сказать, что невозможно проконтролировать и невозможность вовремя остановить начисление штрафной неустойки именно банком. То есть банк будет продолжать начислять штрафную неустойку, уплачивать налоги в бюджет и даже не знать о том, что... Уже процедура. Уже процедура идет. И у банка есть физическая возможность на основании данного закона остановить начисление данной штрафной неустойки. Вот это тоже достаточно серьезный промах данного законопроекта, на мой взгляд. Сереж, продолжаем о минусах. Вот уже два... Два-два. Кстати, о минусах, которые вытекают из процедуры, собственно, банкротства. По процедуре, вот статья 205 здесь, соответственно, должник должен подать заявление в арбитражный суд, изложить все нюансы, приложить копии документов, обоснования. Может иметь возможность ходатайствовать о назначении финансового управляющего. Суд назначает, значит, и, соответственно, вот такой ручеек заявлений в один-единственный арбитражный суд, он может превратиться в реку, да. То есть эти заявления могут рассматриваться там месяцами, если не годами, да. А главное, какое количество госслужащих нужно дополнительно нанять на финансовых управляющих, на суде арбитражных, чтобы удовлетворить вот эти, рассматривать эти иски, да. То есть это все удар по государственной казне, по бюджету. Конечно. Ну и потом, как-то я так представил, действительно, если это все будет пользоваться, ну, условно говоря, популярностью, да, среди физических лиц, то это просто может быть неподъемный... Да. Ну а уж, коль мы затронули тему ипотеки, то здесь очевидно, что, в общем-то, она станет еще менее доступна для населения, чем сейчас. Потому что банк просто не захочет, да? Ну, либо будут ставки неадекватные, совершенно не так, сейчас весьма высоки, да. А тут еще риски вот процедуры банкротства должны быть заложены, правильно, естественно. Ипотека, да, ипотека пострадает, здорово. Ну, а если не сложно, давай мы вот прям по процедуре банкротства, как она выглядит, пошагово. Да. Ну и на самом деле, давайте чуть раньше. Тема романтическая банкротства по собственному желанию. Желание когда у меня возникает? Ведь желание на ровном месте вряд ли, да, пойти и затеять процедуру банкротства, тем более мы говорили о том, что она не так проста и не так дешево. Вот вопрос очень интересен. На самом деле... Инициировать кто это должен-то? Инициировать может как сам должник, так и потенциальный кредитор данного должника. Однако, как мы уже упоминали чуть ранее о том, что наш потенциальный заемщик не в полном объеме владеет информацией и не имеет полного понимания, как он будет возвращать тот кредит, который он взял. В самом начале, да? Да, именно в самом начале. Здесь для него открывается некая новая дверь, которая называется процедура банкротства физического лица, а клиент уже находится в некой проблеме. Причем проблему, по большому счету, надуманную. Он боится обратиться в банк и общаться с банком на равных, предлагать какие-то варианты. Потому что у банка масса вариантов, как я говорил ранее, для урегулирования этих долговых обязательств. Тем не менее, клиент в банк не пришел и всячески пытается от него спрятаться. Тут услышал, о, банкротство физических лиц, а пойду я заявление напишу. Пошел, написал заявление, подал в арбитражный суд, но, опять же, заемщик не догадывается о тех последствиях, которые его будут ожидать в ближайшем обозримом будущем. То есть об этой двери, извини, да? Он узнал. Он узнал только что. Только что. А надо бы о ней знать еще договор только подписывал. А что за этой дверью и что будет после того длинного коридора, который пройдет, и что его будут ожидать в ближайшие пять лет, он не задумывается. В ближайшие пять лет, а это что значит? Процедура, общий принцип, который в настоящий момент заложен в данном законопроекте. Если арбитражный суд удовлетворяет требования заемщика о признании его банкротом, частично его имущество распродали, частично требования кредиторов удовлетворили, а потом стукнули колотушкой по столу и сказали, все, ты банкрот. Клиенту, заемщику нашему потенциальному, это, конечно, с одной стороны может слышать неприятно, с другой стороны, он же этого и добивался при подаче данного заявления. А звучит неприятно, тем не менее. А звучит неприятно. И выходя из зала судебного заседания в руках, держа данное судебное решение или определение, он не догадывается о том, что в ближайшие пять лет он не сможет получить кредит. Вообще. Либо, если ему и выдаст какой-то банк под очень-очень высокий рисковый процент, он его снова не сможет оплачивать. А тем не менее, заемные средства, они тем и хороши, что их можно взять сейчас и отдавать долго. Он не сможет оплачивать по какой причине? Потому что нет такой возможности? Или потому что он банкрот? Ему никто не даст. Ему никто не даст. Ты мне вариант предложил, что ему дадут, ну как Греции, да, в свое время мы говорили же, что ей дают, но доходность и облигации за 100%. Да, но теоретически он может прийти в микрофинансовую организацию, которая сейчас тоже развивается и на подъеме, но другое, что информация попадает в бюро кредитных историй, и там это становится очевидным, да, и возможно, что он и там не получит. Но самое печальное не это, а то, что мы из общества потребления возвращаемся в общество накопления, потому что, собственно говоря, кредитные программы, они дают возможность жить-то сейчас, да, и, кроме того, создают рабочие места, которые эти товары нынешнего потребления производят. То есть растет спрос, естественно, да, растет... ВВП и так далее. Да, это нормально. Но, тем не менее, это вот единственный минус, да, потому что так, ну, со свойственной тебе, видимо, да, профессией твоей убедительностью сказал, что он не знает, что будет 5 лет. Я, честно говоря, сжался от страха, думаю, боже мой, может быть, там попадет он, я не знаю, в яму какую-нибудь, будет сидеть там периодически. Ну, это фактически и есть долгова яма. В кавычках, конечно. Ну, то есть это единственное то, в чем его, ну, можно так сказать, в социальных правах ограничат. Единственное. Он не сможет просто нигде взять деньги? Нет, это не только. Как я говорил, его имущество будет распродано. Ну, это для того, чтобы погасить таки. Для того, чтобы погасить. Причем распродано будет в достаточно короткий промежуток времени. Особо там не поторгуешься уже. Да. С другой стороны, если вернуться, опять же, к разговору о том, что у банка много инструментов для решения вопросов финансовых проблем клиента, он может это растянуть во времени, не продать все имущество сразу и не остаться у разбитого корыта, как в той сказке Александра Сергеевича. То есть банки могут ему предложить этот вариант даже без данного закона. Вот его вот вообще нет, как сейчас банковский рынок живет. По большому счету абсолютно нормально и неплохо. То есть и без процедуры банкротства чувствуется? И без процедуры банкротства именно физических лиц он, в принципе, чувствует себя вполне нормально. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Ну, давайте ведемся к процедуре. Итак, значит, для того, чтобы объявить себя банкротом. Ну, о желании так я и не услышал, да, какое должно быть желание? Кто инициатор? Вряд ли сам все-таки заемщик, да? Ну, вот, разве что, в варианте, о котором Владислав рассказал. Может быть, просто его кто-то должен заставить, ну, помимо обстоятельств. Нет? Нет, ну, скажем так, если человек адекватный и разумный, но действительно встретился с обстоятельствами, которые ему не позволяют это делать, пришел в агентство, в коллекторское, попросил связаться с банком, пришел в банк, не смог урегулировать процедуру реструктуризации, там, изменения графика и так далее. Не смог урегулировать по какой причине? Не нашли консенсус, банк не пошел навстречу? Ну, предположим. Да, такое тоже может быть. Ну, наверное, Владислав поподробнее расскажет. Я думаю, что такие случаи бывают, но, скажем так, если это конвейер, если это машина, то, наверное, это сложно сделать. С другой стороны, все зависит от людей. Мы же все, так сказать, живые люди, поэтому должна быть все равно процедура, которая рассматривает индивидуально каждую ситуацию. Мы получаем в неделю, не знаю, 20-30 писем с просьбой урегулировать по изменившимся обстоятельствам, мы инициируем эту процедуру либо с банками, с нашими клиентами, либо по выкупленной задолженности сами это делаем. Поэтому, если он разумный и не нашел консенсус, наверное, вот эта вот ситуация, когда другого выхода нет, платить нечем, поэтому, собственно, вот. Объявляю себя банкротом. Ну и дальше он, собственно говоря, пришел с заявлением в арбитражный суд, он написал заявление, приложил копии банковских счетов, выписки по судному счету и так далее. Соответственно, арбитражный суд назначает финансово-управляющего. Финансово-управляющий требует от заявителя внести депозит в размере его ставки в награждение на два месяца вперед. И, собственно говоря, пошла процедура. Дальше он изучает документы, смотрит на достаточность, весомость аргументов и принимает решение о том, признать его или не объявить. Вот. Ну вот, собственно, это если так вкратце. Ну, худшее берем. Все, он признал, объявить. Дальше что? Дальше, собственно говоря, процедура переходит в оценку имущества, которым он располагает, выставление его на торги и удовлетворение исковых требований кредитора, собственно, по вот этой задолженности. То есть он либо полный, либо частично, да? А после этого вот табу на пять лет. Табу на пять лет. Ну, так печально это все звучит, печально это все звучит, но, видимо, другого выхода нет. Значит, возвращаюсь я, да, о плюсах и минусах законопроекта мы с вами говорим, но преимущественно минусы все же. Преимущество минусы. Ну, это очевидно. Это очевидно, потому что, в принципе, и речь-то о чем, да? Не о такой уж веселой истории идет речь, и плюсов тут найти, наверное, не очень просто. Хорошо. Значит, в связи с этим, и, собственно, об этом сейчас речь шла, вот как в этой процедуре, ну и вообще, как вот на кредитном рынке чувствуют себя так называемые коллекторские агентства. Давайте об этом поговорим, но поговорим уже после небольшой паузы. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем тему банкрот по собственному желанию, тему банкротства физических лиц. Ищем плюсы и минусы, говорим о процедуре этого самого банкротства. В гостях у меня Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы изыскания, и Владислав Котельников, начальник отдела по возврату и просроченной задолженности Райфайзенбанка. Предыдущую часть нашей передачи мы закончили на теме коллекторских агентств, как они живы-здоровы, во-первых, мне хотелось узнать, да, в сфере последних событий. И какое они участие принимают вот во всей этой истории. Сережа, скажи, пожалуйста. Ну, собственно говоря, мы живы, поэтому я здесь. Я думаю, что данная норма, так сказать, данные поправки в существующий закон, они, конечно же, смогут немного затронуть наш бизнес. Но, учитывая то, что вот, например, только в наше агентство ежемесячно приходит 300 тысяч новых должников, вот разных наших клиентов, банки, ЖКХ, там, страхование, микрофинансы и так далее, то я думаю, что... Извини, пожалуйста. Что значит приходят? Ну, клиенты передают нам портфели долгов. Вот это тот объем в количественном выражении, да, который мы каждый месяц получаем. Поэтому я думаю, что мы просто не будем тратить время на тех, по которым объявлена процедура банкротства, естественно, переключимся, просто на тех, с которыми можно работать, договариваться и которых можно убедить в том, что, собственно, надо исполнять свои обязательства. Надо отдать. А вот эти разговоры вокруг коллегских агентств, которые сейчас идут, да, что деятельность их, как минимум, незаконна или неправомочна, и, собственно, рынок они должны покинуть этот вот... Ну, это старая шарманка, на самом деле, она заведена там еще нашим главным санитарным врачом. Вот. Дело... А подожди, какое отношение главный санитарный врач имеет к коллегских агентствам? Потому что креативные должники, они жалуются во все абсолютные инстанции, и... А отклик находят только... А отклик находят только там, вот, поэтому... Самый добросердечный, да. Да, отец такой родной, поэтому... Вот, ну, собственно говоря, я думаю, что здесь это не соответствует, во-первых, действительности, потому что правовые нормы говорят о том, гражданский кодекс, по крайней мере, что задолженность может быть передана на взыскание агенту, задолженность, права, требования по ней могут быть переуступлены новому кредитору. И мы здесь, в общем, никакой Америки не открываем. Другое дело, что можно интерпретировать по-разному, там, закон. И этот бизнес уже живет более семи лет, да, в России, в других странах, там, десятки, сотни лет. И это нормальная практика, потому что каждый должен заниматься своим делом. Да, банк кредитовать, коллектор убеждать, возвращать задолженность и так далее. По поводу убеждать, я так понимаю, все-таки основная, ну, давайте так, основные разговоры вокруг того, что коллектор не есть хорошо, это методы убеждения. Какие методы убеждения у коллекторского агента? Ну, во-первых, мы контакт пытаемся установить с должником, понять, собственно, причин. То есть, вот как Владислав говорит, да, он скрывается, он думает, что, да, там, что-то лучше не договариваться с банком, а скрыться. Банк, наверное, не будет его сильно разыскивать. После того, как долг оказался в агентстве профессиональном, да, я так понимаю, как раз профессиональный коллектор агента, это профессиональный, как это, переговорщик. Абсолютно верно. Совершенно верно. И вот вы начинаете поиск клиента и попытку с ним установить контакт. Да, ну, то есть, самое главное в нашем бизнесе, это контактность, безусловно. Поэтому мы пытаемся понять, собственно, причину, по которой он не платит, а также поговорить об источнике дохода, с которого он может эту задолженность уплатить. Договоримся о сроках, получаем с него обещание и далее следим за его исполнением. Обещание какое? На словах или он под расписку вам пишет? Нет, нет, как правило, на словах, потому что там 90% сборов происходит с телефона. Поэтому, да. Поэтому здесь, конечно, главное получить обещание и проконтролировать процесс его выполнения. Ну, то есть, вот все эти разговоры, да, которые представляют коллекторское агентство, как это, такую полубандитскую такую структуру, которая выбивает, это все неправда. Ну, если вы как-то найдете время приехать к нам в офис, вы посмотрите, насколько мы технологичны. Потому что мы сегодня тратим, там, сотни тысяч долларов в год для того, чтобы улучшать наши технологические IT-процессы. Вот. И он настолько автоматизирован, начиная там от IVR-а телефонного до автодайлера и так далее, и так далее, что, в общем, мы уже до автоматизма выстраиваем те стратегии по обработке портфелей, применяя к тому или иному роду профилю должника ту или иную стратегию переговоров в том числе. То есть, здесь все цивилизовано. Вот это тоже, наверное, нашим слушателям важно. Да, конечно, конечно, то есть, я, наверное, слукавил бы, если бы сказал, что мы не имеем жалоб, жалобы мы получаем, безусловно. Жаловаться могут наши жалобы. Другое дело, что важно выстроить правильный процесс урегулирования этих жалоб, понять причину, селектировать их и дать обратную связь должнику. И в этом мы действительно преуспели. Замечательно. Ну что ж, вот, собственно, понятно, да, по крайней мере, как встраивается деятельность коллекторов в эту процедуру, ну, не в процедуру банкротства, да, процедуру взаимоотношений, точнее, да, должника и кредитора. Как в этом случае коллекторское агентство взаимодействует с банками, то есть, значит, между вами дружба, любовь, я не знаю, какие-то агентские взаимоотношения, договор подписан. Мы стараемся строить наши отношения на долгосрочном партнерстве. Мы прекрасно понимаем, что мы сервисный агент, мы оказываем услугу на основе агентского соглашения. По этой услуге у нас есть определенные обязательства, и у банка есть определенные обязательства перед нами. То есть, мы ежемесячно получаем в электронном виде реестр должников, мы подписываем там договор о неразглашении, персональных данных, мы используем защищенные каналы связи для этого. И далее этот электронный реестр загружается в операционную систему, вот, и мы, собственно, начинаем звонить, начинаем выезжать, даем рекомендации банку, может быть, ходим в суд, то же самое, там, работаем с федеральной службой судебного пристава. То есть, в данном случае вы уже партнерами становитесь, да, вы решаете одну и ту же задачу? — Совершенно верно. — То есть, я почему-то представлял это так, что до какого-то момента банк сам пытается справиться с этой проблемой, потом он говорит, у меня не получилось, ну, или какой-то другой. — Так и есть. — Это тебе. — Так и есть. — И все, и он больше... — Нет, мы получаем реестр на какой-то определенный срок в работу, и по истечении этого срока банк забирает реестр обратно к себе на баланс и решает, что с ним дальше делать. — А следующая часть, если не удалось коллектору все-таки задачу решить, следующий шаг какой? — Ну, следующий шаг может быть, там, размещение у другого агентства, либо продажа, переуступка прав требования, либо, может быть, судебное производство. — В рамках граждан-правового отношения, да, как Владислав говорит? — Да, да. — Ну, а сегодняшняя тема, ну, и тогда, я так понимаю, это уже последний шаг процедуры банкротства. — Все, что раньше, да, мы говорили, никак-никак-никак не получается, не получается, и остается процедура банкротства. — Ну, я, откровенно говоря, думаю, что банки-то к ней вряд ли будут прибегать по мелким суммам, потому что это достаточно затратное удовольствие, это и какие операционные расходы. Другое дело, что у банков же может быть внутренняя политика и процедура, так называемая compliance, да, просиджи, которая говорит о том, что я могу списать кредит после проведения определенных действий. — И центральный банк говорит, что должно быть мотивированное суждение. Вот это мотивированное суждение, оно закоплено в внутренней политике банков. И там, разместив его дважды в коллекторском агентстве и, допустим, там, не желая продавать или не смог продать банк, тогда он может его списать. — А что при этом делает должник? — Ну, ничего не делает. — Ничего не делает. То есть и никакого банкротства, и ничего. — Он счастливо, да, там, в тайге живет. — Ему повезло. — Скрывается дальше. — Причем он даже и не знает о том, да, что проблема в какой-то степени закрыта, да, бедолага. Бедолага, понятно. Значит, мы коснулись сейчас как раз вот этой параметры, да, плохих долгов, ну, имеется в виду, невозвратных, да, каких-то вещей. Как вы оцениваете уровень сейчас, Владислав, вот насколько этот уровень плохих долгов сейчас? — Ну, я бы сказал, что финансовый кризис 2008 года очень хорошо отрезвил наше население о том, что, приходя в банк, не надо просить миллион или три, а надо просить... — Или, может, просто не надо приходить в банк, нет такого? — Нет, нет. Именно не надо приходить в банк и просить миллион. Приди в банк и рассчитай, сколько тебе нужно. — То есть адекватно надо? — Адекватно. Именно адекватно рассчитай. Мы наблюдаем по нашему банку однозначно изменение качества структуры кредитного портфеля. Значительно меньше клиентов стало выходить на просрочку и попадать в некие финансовые сложности. — То есть клиенты стараются платить все? — Да, клиенты не стараются платить, они просто платят. Причем это, как делало всегда подавляющее большинство. — Клиентского портфеля, так и продолжают делать подавляющее большинство клиентского портфеля. — Извини, пожалуйста, вот с чем это связываешь? Это результат финансового кризиса, все поняли, что долги — это нехорошо. — Да, да. Я считаю, что... — Типологически? Или даже с финансовой точки зрения наши россияне несколько подросли в этом смысле? — Ну и подросли, и с точки зрения финансовой грамотности также подросли. Потому что на этапе кризиса очень много и СМИ рассказывали о том, какие последствия могут быть. — Причем рассказывали о страшных последствиях, о таких неприятных последствиях. — О неприятных, не о страшных, о неприятных. В том числе и коллекторские агентства на этапе кризиса принимали достаточно большое количество портфелей в свою работу. И так или иначе, но косвенно проводили данные финансового ликбеза для населения и рассказывали им, что вот ваша проблема, она существует, но вы не молчите. — Не забывайте, конечно. — Приходите в банк, начинайте обсуждать. И тогда эта проблема становится вопросом, который необходимо решить. — Как правило, решается. — И как правило, решается. Повторюсь, у банков... — Сидеть в тайге, как Сережа, да? — У банкова много инструментов. Как можно это решить? Либо прекратить начисление процентов на какой-то промежуток времени, дать нашему клиенту вздохнуть, просто вздохнуть полной грудью для того, чтобы не чувствовать время этого долга постоянно. Он утром проснулся, а долг... — Долг, и более того, он увеличивается, увеличивается, увеличивается и становится уже просто. — Банки дают, давали и будут давать такие инструменты после изучения ситуации с клиентом, после, в первую очередь, общения с клиентом. В первую очередь, это общение с клиентом. Прямое общение, когда в банк, клиент приходит именно в банк. — Это физически он должен прийти или достаточно по телефону? — Он все равно должен прийти физически в банк, потому что это вносит некие изменения в те договорные отношения, которые есть между банком и клиентом, и необходимо подписать некие документы об изменении, либо процентной ставки, либо срока платежа, либо сумме платежа, которую должен внести клиент. — Поэтому здесь мы можем в настоящий момент говорить о том, что клиентский портфель существенно улучшился по качеству, и мы это видим, и не только мы, это видно по всему банку. — Коллектору видно это? — Да, по ряду банков это существенно. Сложнее стало, во-первых, собирать, и объемы упали по каким-то, да, поэтому... Я думаю, что здесь два фактора — это и повышение грамотности заемщиков, и, собственно, на входе банки стали более тщательно селектировать, подкрутили, так сказать, скоринг свой и так далее. — Я понял. Спасибо огромное. Вы знаете, это все очень интересно, тем более, все-таки финал у нас несколько позитивный. Мы говорили сегодня о банкротстве физических лиц, о законопроекте, который готовится. В результате мы обсудили, да, и процедуру банкротства, и о том, что, в принципе, да, пока вы еще не объявили себя банкротом, у вас есть огромное количество возможностей, чтобы этот процесс решить. Главное, как Сережа и Владислав сегодня правильно говорили. Надо договариваться. Поэтому мы вам желаем всего хорошего. Всего доброго, сухой остаток, Олег Дмитриев. Успехов на рынке. Увидимся.